Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной вебинар. Мы с вами осилили очень большой объем материала в этом году, и вебинар у нас заключительный. Меня зовут Надежда Иршова. Я являюсь бессменным ведущим большой серии вебинаров. Она не заканчивается этим годом. В следующем году вас ждет интересный материал, специфический по стеклянным конструкциям, по некоторым видам. Ну а в этом году мы заканчиваем наше вещание на высокой ноте. То есть поговорим о стеклянных крышах, как одной из самых интересных конструкций современности. Между прочим, стеклянные крыши известны еще со второй половины XIX века. Например, хрустальный дворец Пакстона мало того, что имел стеклянные стены, но он имел еще и стеклянную кровь. То есть это первое такое крупное известное сооружение с покрытием данного типа. И, в общем-то, таким архитектурным изыском стеклянные крыши перестали быть сравнительно недавно. Широкое распространение они получили с 2000-х годов нашего века. И, кстати, еще одну интересную конструкцию в виде стеклянной крыши пирамидальной можно вспомнить. Это конструкция около лувра, которая, по словам специалистам, не имеет вообще внутри каких-либо несущих структур. То есть несущей конструкцией является конструкцией кровли. Итак, прежде чем рассматривать стеклянную крышу изнутри, хотелось напомнить, какие сферы применения стеклянных крышей существуют. Ну, во-первых, это общественное издание, так уж повелось с самого начала. Я уже упоминала о Хрустальный дворец. И действительно, для общественных зданий необходимо большое пространство, которое очень удобно перекрывать различными остекленными пространственными конструкциями. Такими, как фермы, арочные фермы, пространственные стержневые конструкции и так далее. Стекло очень хорошо вписывается во все эти конструкции. И такие строения, такие сооружения и здания всегда поражают своей ажурностью, легкостью. Хотя несущая способность у них очень серьезная. Причем крыши из стекла для общественных зданий имеют абсолютно разные геометрические параметры, пространственные всякие спектры. И иногда выглядят достаточно футуристически. Ну и кроме того, для общественных зданий с помощью стеклянных кровель можно устраивать совершенно различные фантастические формы, начиная от угловатых и четко геометрических, заканчивая биоморфными. Например, для бионического хай-тека такого стиля очень подходит данный вид кровли, поскольку вот на левой картинке нашего слайда видно, что можно сделать любую биоморфную структуру, которая повторяет, допустим, очертание капли, очертание волнистой поверхности живого, создание какого-то и так далее. То есть стеклянные кровли для общественных зданий – это уже не роскошь, а именно средство, во-первых, хорошей инсоляции больших пространств, во-вторых, эстетики. Для жилых зданий стеклянные кровли также применяются достаточно широко. Это может быть, допустим, крыша веранды, причем на нее зачастую еще устанавливаются солнечные батареи. Это может быть зимний сад, это может быть беседка отдельно стоящая и любые другие сооружения, которые позволяют находиться одновременно под защитой и в то же время хорошо пропускают солнечные лучи. Вообще в нашем климате среднерусской полосы, допустим, такое сооружение достаточно востребовано. Единственное, конечно, стекло – это хрупкий материал, и нам нужно учитывать его конструктивные свойства, свойства материала, и поэтому применять в конструкциях специальные ограничения, о которых мы поговорим чуть позже. Но в целом в жилых зданиях в настоящее время активно применяются стеклянные кровли, причем даже часть основной крыши иногда застекляется, чтобы создать, допустим, атриум в доме, который также освещается верхним светом, и сквозное световое отверстие проходит через несколько этажей, поэтому даже первый этаж получает дополнительное освещение. В общем, стеклянная крыша во всех ее проявлениях, будь то общественное здание, жилые здания, являются уже не экзотикой, а средством безопасного и эстетичного покрытия. Помимо общественных и жилых зданий, стеклянные крыши, а также части их, применяются в промышленных зданиях очень широко, мы с вами поговорим чуть позже об этом, какие именно виды этих кровель там применяются. В спортивных сооружениях достаточно большое количество стеклянных крыш и так далее. То есть спектр весьма широк, и при зрелых расчетах такая крыша имеет право на существование. Типология стеклянных крыш достаточно широка, опять же, поскольку их бывает большое количество видов. Основные из них это, например, скатная. Она может быть как двускатная, односкатная, с фальмами. То есть повторять все типы скатных крыш, которые существуют для обычных, привычных кровельных материалов. Также очень широко применяется тип крыши, называемая пирамида. Он может быть различных геометрических параметров, но, как правило, это четыре ската, то есть это модификация скатной крыши. О пирамиде мы с вами говорили в самом начале нашего занятия, и она действительно является одним из самых востребованных видов крыши. Купольная кровля стеклянная, также широко известна и широко применяется, и она имеет свои неоспоримые преимущества. Различные виды конструкций для куполов существуют в настоящее время. Мы об этом поговорим чуть позже. У нас чуть позже будет целый раздел, посвященный куполам. Эта кровля очень удачно вписывается как часть основной крыши и как, собственно, крыша над целым зданием. Мало того, что она имеет прекрасную несущую способность, она еще и эстетику придает. Куполам всегда придает дополнительную эстетику зданию, а стеклянный купол – это вообще очень роскошная конструкция. И еще одна интересная кровля – это полукруглая, она же сводчатая, то есть существует несколько видов сводов стеклянных, и он может быть как цилиндрическим, так и сомкнутым. Он может иметь полукупольное завершение. Принцип такой кровли сходен с купольной, поскольку здесь полукруглые у нас очертания циркульные. И также такая крыша придает зданию респектабельность, помимо того, что это хорошее освещение зданий, это хорошая несущая способность. Дополнительная респектабельность и украшение здания – это как раз полукруглая или сводчатая кровля. Для того, чтобы серьезно подойти к вопросу о стеклянных крышах, необходимо прежде всего обратить внимание на основные конструкции материалов. И здесь очень много разных типологических и конструктивных свойств. начнем с того, какое стекло применяется для крыши. Вообще, это стекло, как правило, триплекс. и закаленное стекло применяется. Также могут входить в состав стеклопакета. Как правило, стеклопакеты применяются однокамерные, поскольку более сложная конструкция, несет больший вес, и это нагрузка на несущие материалы, на несущие конструкции здания. И поэтому необходимо облегчить вес стеклянной крыши. Здесь особое внимание уделяется выбору профиля. Чуть позже мы с вами посмотрим, какие бывают виды. И стекло распределяется в стеклопакетах следующим образом. Как правило, внешнее стекло закаленное, оно в результате закалки приобретает дополнительную прочность и устойчивость с внутренней стеклопакетами. И триплекс изготавливают с помощью склеивания нескольких слоев закаленного стекла. Схему вы видите на экране. Между слоями стекла специальная пленка. И такое стекло у нас безопасное. Все знают, что при разбиении разбить триплекс достаточно сложно. Острые осколки не разлетаются, не ранят окружающих людей, а как бы повисают на пленке. Причем у них достаточно тупые края, не травмоопасные. Кстати, стекло не обязательно может быть прозрачным, оно может быть тонированным, мотированным и так далее. Здесь можно тоже применять все те же принципы, как для обычных конструкций. Но единственное, не надо забывать о функциональном назначении стеклянной крыши. Она все-таки служит прежде всего для освещения дополнительного. То есть все-таки определенный уровень прозрачности и светопропускания для стекла необходим. Итак, такая конструкция стеклопакета позволяет создать достаточно легкое и прочное сооружение. Что касается каркаса, то для каркасной системы применяются различные материалы. Это может быть алюминий, например. Причем это достаточно часто бывает алюминий, поскольку он достаточно прочный, он имеет малую массу, и нагрузка на несущие конструкции снижается. И, в общем-то, надежность всей системы можно повысить с помощью такого каркаса. Но алюминиевый каркас, конечно же, имеет недостатки. И основной недостаток – это высокая теплопроводность, то есть увеличение теплопотери через такую конструкцию. Поэтому необходимо для разных функций выбирать подходящие материалы. Вообще, кроме алюминиевого профиля, мы можем применять еще и стальной, который обладает самой высокой прочностью и хорошей несущей способностью. То есть он может нести большую массу стекла, большую, значительную площадь остекления и можно соорудить с помощью стального профиля. Но, в отличие от алюминиевого, он обладает большой массой, и поэтому масса самой стеклянной конструкции, конечно же, высока. То есть создаются значительные нагрузки на несущие конструкции зданий и фундамент. Это является таким недостатком, скажем так. Или к этому надо подходить с осторожностью и хорошо рассчитывать. Может быть, придется даже укреплять несущие конструкции, усиливать. Еще один недостаток стального профиля – это все-таки подверженность коррозии. То есть здесь необходима постоянная профилактика либо использование нержавеющей стали. Собственно, это достаточно дорогое удовольствие, но оно того стоит, чтобы создать хорошую, прочную и долговечную крышу. Еще можно применять комбинированный профиль в сочетании, допустим, алюминия-дерево. Здесь можно преимущество обоих материалов использовать с успехом. То есть здесь получается комбинация из легкости и прочности алюминия и низкой теплопроводности и декоративности дерева. То есть хорошее такое сочетание. Но единственное, что надо помнить о недостатках обоих материалов, то есть, как мы уже говорили, высокой теплопроводности алюминия и подверженности дерева гниению. То есть обрабатывать деревянные конструкции обязательно надо специфическими средствами. Специалисты не рекомендуют использовать профиль ПВХ, например, для создания кровли, поскольку он не обладает достаточной прочностью. Поэтому мы его особо и не учитываем. Что делается из этих профилей? То есть, как я уже говорила, мы делаем стеклопакеты. И стеклопакеты, как правило, однокамерные, чтобы не увеличивать нагрузку на несущие конструкции. Стеклопакеты очень удобны в установке. Они имеют достаточно удобные устройства. Такую крышу можно делать вентилируемой. То есть, некоторые створки могут открываться. И, собственно, замена стеклопакетов при необходимости также не составляет особого труда. Профиль, как я уже говорила, применяется, как правило, алюминиевый, а стальной или комбинированный. Состав стекла мы с вами обсудили чуть ранее. Очень интересным выглядят спайдерные системы остекления крыши. Спайдеры, как правило, спайдерные системы применяются для оформления фасадов, входных групп и так далее. Но для оформления крыши также подходят хорошо. Хорошо. Это очень прочные конструкции. В основе лежат либо профильные, либо круглые, либо профиль металлические, либо круглые трубы из нержавеющей стали. С помощью спайдерной системы к профилю к этому либо к несущим металлоконструкциям крепится стеклопакет или стекло. Спайдеры, как вы знаете, это специальные конструктивные элементы в виде кронштейнов с точечными креплениями. То есть они выглядят очень легко, очень изящно и между тем способны зафиксировать достаточно большую массу и создать очень красивую и прочную конструкцию. То есть спайдерная система одна из самых изящных и самых прочных систем остеклений вообще и остекления крыш в частности. То есть спайдерные крепления позволяют избежать дополнительных каких-то несущих профилей. При этом швы минимальны, то есть они где-то около сантиметра и практически незаметны. Кроме спайдерных систем существуют еще структурные и полуструктурные остекления остекления кровли, так же как и фасадов. И структурное остекление представляет собой скрытые силовые конструкции, на которые накладывается стекло и швы закрепляются специальными накладками. То есть с внешней стороны не видно никаких несущих конструкций, причем здесь еще разные размеры стекла. Существуют внешние больших размеров, внутренние меньших. И со стороны получается ощущение планарной конструкции, то есть цельностеклянной конструкции, которая выглядит очень эстетично. То есть наряду со спайдерным остеклением такой тип остекления очень красиво смотрится. Конечно, по сравнению с каркасной системой они имеют большую стоимость, но в некоторых случаях оправдано применение именно таких конструкций. Еще один интересный вид сравнительно недавно получившийся это стеклянная черепица, которая по виду повторяет черепицу обычную, однако она имеет поскольку она стеклянная другие свойства. Она разработана была шведской фирмой для того, чтобы активно использовать солнечную энергию для обогрева дома. То есть там еще к ней прилагаются различные системы такие как воздушные тепловые, солнечные тепловые системы, генерирующие электричество, то есть разработчики утверждают, что с помощью этой черепицы можно обогревать и вообще снабжать энергией целый дом. Но максимальный эффект, конечно, достигается, ну и вообще эффект, наверное, если эта черепица находится на южной стороне, в южной части дома. Поэтому мало того, что она смотрится красиво, действительно сказочно, она еще и хорошо работает, но опять же по утверждению разработчиков. Но вообще хочется заметить, что все виды крыш светопрозрачных лучше оборудовать электроподогревом, который в наших условиях позволяет быстрее таять снегу, не накапливаться на крыше, поскольку были трагические прецеденты, когда огромные снеговые шапки вели к разрушению стеклянных конструкций крыш с жертвами. Поэтому во-первых это необходимо обращать повышенное внимание на правильную эксплуатацию крыши. Это помимо того, что прежде чем ее построить, ее конечно же надо конструктивно правильно рассчитать. Что хочется в целом сказать по эксплуатации стеклянных крыш. Здесь есть ряд специфических особенностей, ряд тонкостей, о котором надо помнить. например летом даже в наших краях под палящим солнцем стеклянная крыша создает настоящий парниковый эффект на это издание. Поскольку солнечное излучение преломляется нагревая воздух в помещении и там может вообще создаться тропическая атмосфера. Поэтому необходимо такие конструкции изолировать от чрезмерного солнечного излучения. Вообще лучше всего в наше время уже применять энергоэффективное стекло, которое позволяет отражать излишнее излучение. летом допустим а зимой не выпускать наружу тепло. Кроме того в основном исключая стеклянную черепицу о которой мы только что говорили обычная стеклянная конструкция не должна возводиться с уступами ступенчато. поэтому необходимо изолировать все швы стыки чтобы не просачивались атмосферные осадки. То есть гидроизоляции необходимо уделять особое внимание. И как я уже говорила для обеспечения безопасности необходимо использовать безопасное стекло и необходимо также помнить об очищении крыши поскольку в условиях допустим мегаполиса на стеклянных поверхностях скапливается грязь пыль и другие нежелательные элементы поэтому необходимо такую крышу постоянно очищать и мыть. в настоящее время конечно же есть системы самоочищающегося стекла и конечно же их можно с успехом применять для прозрачных крыш теперь перейдем к нескольким видам конструкций которые достаточно широко и достаточно давно уже используются в строительстве и архитектуре а именно к стеклянным фонарям обычно их называют зенитными фонарями на самом деле зенитные это световые фонари а стеклянных фонарей бывает несколько видов это могут быть световые то есть зенитные фонари аэросветовые и аэрационные они все выполняют различные функции например зенитный фонарь световой предназначен для освещения помещения хотя он конечно же может иметь створки для вентиляции светоаэрационный фонарь предназначен для освещения и проветривания и аэрационный преимущество для преимущественно для естественной вентиляции помещений в основном два последних вида фонарей используются например в промышленной архитектуре промышленных зданиях основные формы фонарей повторяют основные формы собственно стеклянных крыш это у нас скатная кровля она может быть как односкатная так и двускатная фонарь это может быть пирамидального вида фонарь как я уже говорила это разновидность скатной крыши купольной и световые ленты различного вида это могут быть полус сводчатые сводчатые конструкции и практически плоские и кстати хочется сказать что необходимо помнить что минимальный уклон стеклянной кровли в наших условиях климатических должен быть 30 градусов то есть это минимум иначе есть большая опасность при большом снеговом покрое разрушение данной кровли а зенитные фонари как я уже сказала служат для освещения различных помещений не только промышленных но и общественных жилых и так далее конструкции фонарей как правило каркасные для каркаса используются те же самые материалы о которых говорилось ранее то есть это может быть алюминий это может быть сталь это может быть комбинированные каркасные конструкции алюминий дерево в зависимости от функциональности и в зависимости от несущей способности конструкции здания зенитные фонари так скажем светоаэрационные могут иметь открывающиеся створки для вентиляции причем если это промышленное здание то там более серьезные конструкции естественно и открывающиеся створки там могут быть на автоматическом скажем режиме с автоматическим режимом открывание в нужное время кроме того расположение различного вида фонарей например аэрационных то есть тех которые служат именно для вентиляции это как правило в промышленных зданиях опять же происходит их располагают так чтобы не происходило задувание то есть незадуваемые так скажем фонари ну и различные формы световых лент необходимы для того чтобы освещать достаточно длинные достаточно большие по площади пространства там где необходим второй свет или дополнительное освещение или там где нет основного освещения бокового и если купольные пирамидальные конструкции освещают какой-то определенный участок то ленты освещают достаточно большую площадь как я уже сказала и как правило эти фонари бывают либо скатные либо слотчатые и реже плоские но для плоских все равно необходим определенный уклон особенно в наших климатических условиях то есть абсолютно плоские фонари стеклянные ленты наверное показаны только в условиях очень теплого климата отсутствие снегового покрова и небольшого количества осадков то есть это где-то ближе к пустыне помимо световых фонарей то есть стеклянных фонарей очень красиво смотрится различные стеклянные купола о которых я немного уже сказала в начале нашего занятия и они также бывают различных видов они обладают неоспоримыми преимущественными иначе их вы просто не возводили если бы не было своих каких-то положительных качеств и надо сказать что сначала стеклянные купола применялись в таких сооружениях как оранжереи зимние сады и другие подобные сооружения сейчас мы можем видеть такие конструкции в общественных зданиях это театры музеи концертные залы торговые центры и так далее спортивные сооружения кто-то возводит стеклянные купола над жилыми домами кстати достаточно красивые сооружения но опять же требующие большого расчета какие преимущества мы можем отметить у стеклянного купола ну во первых это хорошая несущая способность причем чем купол крупнее тем способность выше если мы сооружаем простой купол то он создается очень быстро это еще одно преимущество из достаточно легких элементов также купол обладает идеальной аэродинамической формой то есть купола можно возводить по этой причине даже в ветреных районах в районах где бушуют ураганы но есть недостатки даже вот такой замечательной конструкции поскольку обычно все современные материалы для создания грани купола имеют прямоугольное сечение то их приходится дополнительно обрабатывать и для этой в процессе этой обработки появляются лишние отходы но при всем том купол имеет право на существование достаточно широко и их бывает несколько особо распространенных видов первый вариант это простой купол то есть это полусфера поверхность которой разделена на большое количество кусков так скажем то есть каждый из элементов этой крыши это небольшое окошко данные элементы имеют форму трапеции и среди прочих куполов это самый простой вид возведения этот купол имеет самую простую технологию возведения есть если это большой купол то он смотрится достаточно презентабельно но при малых размерах вид не очень красивый такого купола и это один из минусах данного вида но опять же говорю если размеры купола достаточно крупные то вполне красиво он смотрится и придает любому зданию более презентабельный вид посложнее у нас купол с малированным стеклом изогнутым здесь и несущие конструкции имеют такую радиусную форму и стекло приходится изгибать потому что необходимо как я уже сказала прочное и плотное прилегание элементов конструкции друг к другу это конечно гораздо сложнее чем собирать простой купол из трапеции но выглядит он даже при маленьких размерах очень привлекательно ну если использовать правильное стекло о котором мы говорили в начале нашего вебинара то вполне прочные надежные конструкции очень украшающие здания ну и еще один интересный вид это так называемые геосфера геодезический купол или полусфера фуллера здесь у нас вообще очень красивые очень красивые несущие конструкции которые повторяют геодезическую сетку здесь особое соединение балок в каждом угле сходится три ребра слегка различной длины и они образуют правильный многоугольник вписанный в сферу в основном используются конечно же металлические конструкции это могут быть алюминиевые трубки такая сфера выглядит очень воздушно очень прозрачно очень такая кружевная в то же время имеет хорошую несущую способность геодезические куполы не так широко распространены как все остальные но если очень захотеть то можно соорудить такую интересную конструкцию ну и геодезический купол может иметь не только такую конструкцию которую мы рассмотрели на предыдущем слайде но и иметь вид скажем так сотовый состоящий из оболочек которые соединены в одну почти что цельно стеклянную конструкцию это только что только проект поскольку он достаточно сложен требует больших затрат но он очень интересный и в принципе если разрабатывать менее амбициозные по размерам купола то можно попробовать разработать и такой в целом стеклянные крыши в наше время это неотъемлемая часть архитектуры и дизайна это неотъемлемая часть стекольного производства и они будут развиваться и дальше скорее всего мы застанем массовое производство стеклянных домов в виде куполов с различными функциями а на сегодня теоретическая часть закончена если есть какие-то вопросы можно их задать во вкладке вопросы